Они отдают дань памяти и уважения тем, кто геройски погиб, выполняя служебные обязанности, защищая нас от терроризма. В памятный день 3 сентября отмечают значимость даты. Здесь на мемориале собрались представители различных ведомств и органов власти. К собравшимся обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Сегодня мы проводим мероприятие, которое должно пополнять ту нетерпимость нашу, которая у нас должна у каждого человека быть. Проявлением терроризма, экстремизма. Абсолютно ложные понимания, веры, отношения к родственникам, отношения к людям призывают просто убивать людей. На ложных пониманиях. Сегодня хотел бы сказать вам, что идеология, которую сегодня продвигают якобы защитники нас с вами, нашей республики. Мы, оказывается, неправильно жили, наши предки неправильно жили. Вот сегодня вот они, которые абсолютно не укрепившись ни мозгом, ни сердцем, берут и посягают на жизнь людей. Мало того, страх несут. Цель-то вообще в чем? Вот страх. Но никогда терроризм не побеждал. Где бы он ни проявлялся... Глава региона напомнил, что терроризм – горькая реальность, с которой столкнулась и наша республика. Ингушетия не раз становилась объектом террористических актов. Ради мирной жизни народа отдали своей жизни более 400 сотрудников правоохранительных органов. Погибли и ни в чем не повинные люди. Также более 3000 ранен и столько же детей, которые остались сиротами. Самое страшное, когда у нас нападение было на ГУВД, на Зране. Погибли ведь сколько? Более 20 человек. А более 330 получили ранения. И гражданские лица тоже. Представляете, у нас сегодня вдов около 500 осталось. Без мужей. Детей сколько осталось. Без отца. А сегодня в стороне отстояться, отсидеться. Не получится. Понимаете, беда, она в любое время приходит. И чем мы будем сплоченней, тем они будут бессильны. Сегодня ФСБ, МВД, другие правоохранительные органы свою работу выполняют. Терроризм никогда не пройдет. Никогда не проходил. Не побеждал. И все вызовы, я вам скажу, мы преодолеем. Чтит память погибших от рук бандитов старшее и подрастающее поколение. Молодежь должна знать и понимать, какое зло несет международный терроризм. И должна уметь противостоять ему. Именно этому учат старшие. Мы должны противодействовать терроризму всячески и общественности. И мы, мы ветераны боевых действий, и мы будем содействовать в борьбе с терроризмом. Надо все это искоренить. Терроризм не должен пройти. У нас сильная страна, сильный президент общества. И у нас все будет хорошо. В этот день ежегодно проходят памятные акции, круглые столы и не только. Так, на мемориале разбита аллея памяти. Каждое дерево именное, названное в честь тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Один из них – Рустам Невлоев. Он погиб в ночь с 21 на 22 июня 2004 году, когда вооруженные бандформирования под руководством Шамиля Басаева напали на Ингушетию. По данным правительства, в ту ночь было убито 98 человек и 104 ранено, в основном сотрудники МВД и ФСБ. МВД и ФСБ. Собираться каждый год на мемориале памяти и славы ко дню солидарности в борьбе с терроризмом в регионе уже стало традицией. В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших минуты молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Хавагагиева, Маулат Гири Ахильгов, Магаз, 24.